Всем привет, здрасте! Шел я по магазину и увидел 4 черные тигровые креветки. Захотелось себя побаловать, ну и вам покажу, как я их приготовлю. Чтоб быстрее разморозились, кладу в кастрюлю и включаю холодную воду. Почему именно холодную воду я включил? Для того, чтобы не было резкой разморозки из льда в сырое мясо. Вот они мои красавцы. Целых 4 штуки. Теперь их надо почистить. Креветки действительно очень большие, аппетитно выглядят. Вот на ладошке выглядит она вот так. Чистить очень просто. Отрываю голову, скручиваю ее ножницами, разрезаю панцирь. Вообще такие большие креветки готовят на углях. Но у меня аппетит очень серьезный и хотелось бы побыстрее поесть, поэтому я их пожарю на сковородке. Снимаю панцирь, как рубашечку, вот так вот. И сейчас панцирь вместе с лапками отойдет. Вот они лапки, хвост. Вот так выдергиваю. Пищевод, он нам не нужен. Где-то, может быть, я не до конца разрезал мясо. Очищаем всю эту гадость и выбрасываем. Под краном вымываю, чтобы мясо было чистое. И оставляю стекать. Стекали креветки по времени ровно столько, сколько я здесь убирался после их чистки. То, что я сейчас делаю, можно и не делать, но мне не сложно, поэтому я этим не пренебрегаю. Выкладываю креветки на бумажное полотенце, чтобы впиталась вся лишняя влага. А теперь сама готовка для вас поэтапный процесс приготовления. Для этого мне понадобится соль, лимон, перец, чеснок, сливочное масло, петрушка, зеленый лук, оливковое масло. Первым делом почистим и нарежем чеснок. Чеснока я беру целую головку. Жалеть его не надо, потому что чеснока должно быть много. И перед тем, как его резать, я его еще раздавливаю, чтобы он пустил сок и аромат. Нарезаю петрушку. И зеленый лук. Сковородка, растительное масло, средний газ. Ждем, пока сковородка нагреется вместе с оливковым маслом. У меня оливковое масло, вот столько я его наливаю. Сразу брошу сливочное масло. Ждем, пока все это растопится и нагреется. Именно сейчас я бросаю чеснок. Чуть-чуть поджарится. Немножко подзолотится и будем бросать все остальное. С чесноком на самом деле надо быть очень аккуратным. Ответственное дело, потому что мы ждем, пока он чуть-чуть подзолотится. А дальше он уже быстро превращается в коричневый. Поэтому тут надо поймать тот самый момент. Лимон немножко накрошим туда корки лимона, цедра, так сказать, для вкуса и запаха. Начинает золотиться. Мы берем приблизительно четверть ложки соли, то есть большая щепотка. Бросаем зелень. Два раза тряхнем перцем. Раз, два, пусть будет три. Запах стоит обалденный. Чеснок уже золотится. Выкладываем наши креветки. И опять за всем этим нужно следить, чтобы ничего не пережарилось. Потому что пережаренная креветка будет как резина. Маленькие креветки я жарил 30 секунд. Эти чуть побольше. Поэтому давайте 40 секунд с каждой стороны. Перевернем. Вот она золотится. То, что надо. И я бы еще такой чеснок добавил бы. Не запланировано. Но так мне в голову пришло. Чуть-чуть соли еще. Да, скоро будем ставить их. Вот так. В общей слое, Прошло две минуты. Выключаю газ. Креветки уже готовы. Выкладываю на тарелку. А вот эта зажарка, она на самом деле очень вкусная. И ее можно использовать как некую субстанцию для соуса. Поэтому мы вот так вот польем. И пойдем пробовать. Вот такое блюдо у меня получилось. Выглядит очень аппетитно. И вино. Вообще должно быть белое сухое. Но мне сегодня понравилось полусладкое. Здесь подсолнухи. Цветы 2014 года. Как я и ожидал. Вкусно. Попробую. Креветку. Соевый соус. Наверное, это чего не хватает. Доедая четвертую креветку, я могу сказать так. Двух минут в общей сложности маловато. В идеале нужно делать так. Одна минута на одной стороне. Вторая минута на другой стороне. И 30 секунд вот так на попа. Тогда получится идеально. Сейчас у меня вот на грани. Еще чуть-чуть и будет сырое. А еще 30 секунд бы добавить. И было бы прям то, что нужно. Но нам и так нравится. И вот эта зажарка мне очень нравится. Очень вкусно. Коту тоже нравится. Всем удачи. Пока-пока.